У Лоеве в Першиню отбылся день Кавуна и его сябров. Фруктово-ягодное свято завершило масштабную инициативу проекта «Школьный сад» для развития сельско-господарского предпринимательства. Мета-популяризация Кавуна как перспективной для нашего региона сельско-господарской культуры. Удельниками свято стали и наши корреспонденты. Экспериментальный проект «Сорты выучения Кавуна» стартовал в лютом этого года. 14 школ из 8 районов области стали консультативными центрами. На их базе зарегистрировались команды. Усяго их 46. У составе як учени и наставники, так и ты, кому цікавая кавуновая тема. Удельники эксперименту растіли на своих участках кавуны трогатунков – бедуин, романза и топган. Последнее необходимо было поделиться думками об тем, какие из них больше придатны для наших умов, а так само продемонстрировать выники своих агротехнических пошуков. У день Кавуна и его сябров это и отбылось. Лоевский регион обрана не выпадково. Повдень Гомельской области як нелега лепш подходит для вырошивания соковитой ягоды. В связи с изменениями климата, которые произошли за последнее время, здесь образовалась новая климатическая зона, по сути, которая позволяет выращивать вот такие новые сельскохозяйственные культуры, которые раньше не были распространены здесь. То есть ребята выращивают арбузы согласно агротехнике, они осваивают азы экспериментальной деятельности, и, по сути, если у них все получится, они могут продавать свои арбузы под маркой «Школьный сад от школы», то есть получают навыки сельскохозяйственного предпринимательства. За агротехникой все было большим серьезно. У леку консультантов – простовники Института Городництва Национальной Академии Навук. Яни допомагали парадами. Усю остатнє было у руках удельников. Для доброго выняка пришлось попрацовать, однако яно того варто. Мы довольны, мы пропалывали, насилию добрые не поливали, принимали цену моей работой, и педагоги нам помогали. Июнь был очень засушливый, и нам приходилось поливать ежедневно, как бы так тяжеловато было, но солнце достаточно, она нахватила, они созрели. Эксперимент сортового учения кавуна отрымался, и он, несумненно, поспрояя популярности этой культуры на наших просторах. А что тычется смаковых якостей у белорусских кавунов, то и они на належном узровне. Потенциальные покупники готовы голосовать рублем. Вкусные, хорошие, сочные. Лучше возьму я белорусский, чем астраханский. День кавуна и Агося Бру не обмежавался только дегустациями и демонстрацией плодов. Программа свята была вельми насыщенной. Концерты, квесты и экскурсии.